Данное видео создано в развлекательных целях. Все показанное сегодня по Гибройзу. Это шкарлупский семечек. А мне семечек. А мне. Где Диме, ребятки? Где Диме? Всем здравствуйте. С вами расхититель мусорных баков. Я залетаю. Это новое видео, чтобы разорвать кормилицы. С вас обязательно по лайку. Ну и смотрите, как я расхищаю мусорные баки. И зарабатываю. Оператор аж чуть не упал от моей харизмы. А сытненько здесь, однако, в Ребятке. Сразу вот такие шляпеточки с рынка меня встречают. Капец, они тяжелые. Вот врагу не пожелаешь вот в таких ходить. Это смерть. Так. Какая-то, ребят, ракушечка. Посмотрите, ракушечка. Может, в ней что-то лежит. Ух ты, жемчуг в ракушечке. Это, может, съедобное. Какой-то чоколад. Блин. Может, попробовать такое? Очень интересно. Вот такие зернышки сейчас будут у меня на дегустации. Тут чуть-чуть червячков, но ничего страшного. Да вроде неплохо. Да, неплохо. Ай-яй, ай, ай, ай. Ребят, эээ, еще вы что-то разболелись, блин. Видимо, дырка в зубе у меня стала еще больше. Ай. Такие моменты вообще ничего есть не хочется. Ну, к счастью, у меня появилась новейшая зубная щетка от бренда Сука с модель Неос. И сейчас я вам ее покажу. Итак, начнем с комплекта. Тут мы видим качественно упакованный товар, который вполне сгодится для подарка родным и близким. В комплекте щетка, беспроводная зарядка и сумочка для хранения. Щетка Сука с Неос имеет два режима очистки и три интенсивности. От одной полной зарядки аккумулятора щетка может проработать аж целых 30 дней. Также есть водонепроницаемость IPX8. Пожалуй, самый полезный гаджет для каждого человека. Традиционная зубная щетка, представленная на рынке, независимо от того, ручная она или электрическая, может очищать только поверхности зубов. Водяная нить, представленная на рынке, может чистить только промежутки между зубами. А вот Сука с Неос – единственный продукт на рынке, способный очищать поверхность зубов и промежутки между зубами и даже линию роста зубов у Дисны. Вот сейчас проведем эксперимент. Сука с Неос может полностью очистить поверхность зубов, промежутки между зубами, даже линию роста защищая десны, в отличие от обычной электронной щетки. Также мы получаем защиту десен по сравнению с вращающейся зубной щеткой, поскольку трение, вызванное высокоскоростным вращением вращающейся зубной щетки, повредит зубы и нанесет большой вред. В результат чистки мы имеем удаление зубного налета в 40 раз эффективнее, а чистка щелей в 10 раз лучше. Отбеливание в 2 раза заметнее по сравнению с ручной зубной щеткой, согласно данным Сука слаб. Ребят, я просто в шоке от такого напора! Где вы еще такое увидите? Ребят, всем советую эту зубную щетку, так что переходите по ссылке в описании и покупайте эту инновационную зубную щетку Сука с Неос себе и близким. Чего там, блядь? Сука, развел конкурентов, блядь. Ну дай посмотрю, что там. Да ты подожди, а что это? Я не знаю, но это что-то... Это карт-ридер? Это старый карт-ридер, чувак. Нифига, чехол? LG? Это все надо. USB-шка от LG. Смотри, это какой-то вынос этого телефончика. Старый телефон, калькулятор какой-то. Оперативная память древняя. Это что, мини-клавиатура? Да, это для этих дальнобойщиков удобно. Подключать кнопки назначил, провод надо подсоединить. Провод подсоединить удобно. Клавиатура мини-USB. Тут провод оборвали, но припаять можно. Я какой качественный. Качественный. USB 2.0, карт-ридер, модем 3G-шный МТС. Что-то дрались мы-то с тобой за хуйню. Ничего тут по сути-то ценного нет. Кроме карт-ридера, USB вот этой сетевой карты древней. Хотя ее за 50 рублей даже никто не купит. Вот, два карт-ридера, USB модем из ценного. Все остальное шляпа. И кабель вот четкий, воплетки. И калькулятор. Экран от какого-то телефона. Капец. Не, я просто думал там ноутбук, чувак. Ну выбирай там самое ценное оттуда. Нифига, смотри. Тебе не надо на тачку? Хороший. Не, я обшил. Хорошая прям. Ну не убитый он. Да спокойно можно на авито за пятихатку толкнуть. Ты думаешь? Вообще влёк. Слушай, я его заберу. Может себе в машину поставлю. Ого. Две клавиатуры. Три клавиатуры, ребят. Нифига себе. Нифига сразу. Кроссовки Рибок. Вообще в отличном состоянии. Охренеть. Смотрите, какая торгашка. Барсетка. Как такое мы могли выкинуть? Вообще она новая. Ребята, это вообще тема. Забираю. Вот это всё. Клавиатура. Так. Ну это китайская обычная. Ну типа Суэн бюджетная. Вот это игровая как будто. Диалог. Нифига козырненькая. Беру. Их по сто рублей можно будет продать в ребятке. Вот ещё одна. Три клавиатуры. Три клавиатуры. Так, мышки. Ребят, мышка. Смотрите, с подсветкой у Клик. Прикольно. Это бюджетная игровая хорошая мышка. Блин, то там походу ещё наушники. Капец. Всё вот так вот просто раскидано. Так, тут какие-то машинки в пакете. Машинки. Спайдерменовские какие-то. Часы что ли заберу. О, латуневый счётчик валяется. Ох, я аж пёрнул. Охренеть. Латуневый счётчик сюда. Так, смотрите. Юсбишка. Так, вот ещё какие-то провода. О, нифига себе. Смотрите. Карозерия. Это пищалки, динамики. Автомобильные, походу. Вот такие пищалки. Нифига. Так, что за рюкзак? Смотрите, кстати, хорошенький рюкзак целый. А что внутри у нас? А, всякие. О, нифига себе. Так это ж ритмикс, микрофон типа игровой. С подставкой вот такой вот. Охренеть. Первый раз в такой жизни нахожу. Его ещё и снять можно. Прикольно. Это типа вокальный микрофон бюджетный, ритмикс. Нифига себе, чехол от Сенхайзеров. Смотрите. Микрофончик, нифига себе. Так это рэп записывать. Ацелины Амик 5. Ребятки. 45-го размера. Это на меня, ребятки. Вот второй нашёл. Так, а ну что у нас тут? О, ещё топовый рюкзак целый абсолютно. Смотрите, ребят, какой шикарный. Офигеть. Что у нас тут? Ну рюкзак просто шикарнейший. Его даже себе, наверное, оставлю. Обалденный. Смотрите. Вообще целая даже молния. Отличный рюкзак. Чё его выкинули? Нифига тут, блин. Так это кто-то как будто порылся уже тут до меня. Это всё вверх ногами перевернули. Вот рюкзачок женский. Вообще в идеальном состоянии. Какой-то вынос с хаты. Конкуренты разорвали. Смотрите, какой кошелёщик с кошечкой. Вообще кайф. Конверсы. А, это шляпа с рынка. О, это что? Такая рукавичка прикольная. А где ещё одна? Так, шматковидная. Шматковидная. Трусики, ребятки. В комплекте Кельвин Клейн. С серкашами жёлтыми. Жесть. Не, я не думал взять, но потом передумал. О, тяги. Ох, кожаные тяги. Кефтеме. Так они целые вообще. Смотрите, ребят. А, не, они целые. Вот тут чуть протёрто. О, кроссовочки. А, так это с рынка. Ну, они вроде как более-менее ещё. В принципе, можно взять такие. Может, купят их рублей за 50. Ммм, кефтеме кормилиться. О, и чемоданчик сразу с выносом с хаты, походу. Надеюсь, он не пустой. Кстати, он, он вообще целый. Хороший чемодан придётся забирать. Так, пакеты с мусором выкидываем. А чемоданчик за рублей 300 на барахолочке купят. Тут только ручки вот этой нет. А так он целый. Он сел, поехал. Чемодан в последний путь. Забираю. Так, а чё? А чё кто? Чё не взять-то? 300 рублей, ребят, чемодан. Ну, как минимум. Такой грех просто не взять. Плюс я его сейчас набью находками. Вообще песня. Как раз вот сюда сверху засуну его. Не знаю, ребят, как вам, но мне для счастья не хватало вот именно вот этого мопеда. Он настолько грузоподъёмный, настолько вместительный, что это просто капец. Он мне столько денег приносит. Грузовой кефтеме мопед. Обалденный вообще получился. Блядь. Ой, фух, капец, как мне повезло сейчас, ребят. Это жесть. Жесть, там такой миллиметраж сейчас был. Опа. Я вижу шикарную сумку. Просто, ребят, идеальнейшая сумка для того, чтобы возить находки на барахолку. Надеюсь, она целая. Ну, смотрите, перерыта вся помойка. Конкуренты поработали, сука. О, а тут как будто вы на схаты. Какая-то курточка. Что за бренд? Ники? Это Найк. Это Найк оригинальный. Офигеть. Нифига себе она крутая. Такая винтажная. Ребят, Найковская куртка. Вот это имба. Какие-то овер-огромные штаны. Ну, возьму. О, постельная, да? Постельная-то беру. Постельная покупает антенна. Покрывало. О, еще пледик. Блин, главное, чтобы клопов тут не было. Постельная реально покупают хорошо причем. Стяжечки, нифига себе. Пол пачки стяжек белых. Вообще кайф. Кстати, а что я сетку эту выкинул? Это для рыбы сетка. Ее рублей за сто купят. Опа. Кормилица придорожная. Конкурент. Что тут похоже на вынос хаты, ебать? О, тяги кэфтемеет. Они это... Ты не балуйся. А что так ездить быстро? Блин, на тот свет спешит, походу. О, досочки хорошие. Вот, хорошие. Ля. Так это может быть что-то дорогое. Версачи. Мюлбери. Это биба. Но вид шикарный просто. Посмотрите. Тяговидная сумочка. А ну, вообще пусто. Но она как будто с кожи. Может, лакшери что-то. О, смотрите, какая лягушка. Нифига себе, квакушка. Она еще может разговаривать, видимо. Смотрите, бам. Электронная она. А как ее включить? Не понимаю. Где кнопка включения? Как включить? Не знаю. Ну, пофиг. Разоберу ее все равно. Ну, какой слоник? А? Определенно этой сумки нету. Но они все вот цены. Охренеть. Полторы тысячи долларов. Это примерно сто тысяч рублей. Сто тысяч рублей? Ну, вот, ребят. Я же сказал, что она дорогая. Ее только отмыть надо будет, и все. И можно будет выставить тысяч за пятнадцать на Авито. Вот это вот тут какой-то жир просто засалено. Вот это вот отмыть и все. О, 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 о. Нифига себе. Кто-то компьютер собирал. Ryzen 5 покупал себе. 5600. Вот такой вот кулер. SSD. Наушники Philips. Ого. Это какой-то сборщик выкинул. Посмотрите, еще коробка от процессора Ryzen. Кстати, там вроде бы могут быть наклейки. Должны были быть, по идее. Ну, мог бы комплектующих чуть-чуть выкинуть. Родион. AMD. 8 гигабайт. Мэмори. Шу это. Нифига себе, ребят. Счетчик. А вот это можно продать. Он вообще как новый. На пломбе. Вообще весь целенький. Почти пробег даже небольшой у него. В отличном состоянии. Счетчик. Сюда. Рублей за 100-200 купят. Нифига мешок какой. А что в нем? Всякие коробки. Ну, мешок я точно заберу. Ну, там пустые коробки в нем, походу. Ну, сейчас посмотрим. Мешок огромный, шикарный. Мне такой очень сильно пригодится. А это компьютерный сборщик выкинул. Вот коробки также от комплектующих. Вот коробка от корпуса. От кулера. Вот еще, смотрите. От материнки коробка. Ну, чисто пустые коробки. Вообще даже наклеек нет. Ну, да. А может и есть. Ни болтов, ничего вообще не пооставлял. А вот эти пакеты я заберу. Антистатические пакетики пригодятся. Видеокарты RTX 3070 на 8 гигов. Хорошая видеокарточка. О, тут тоже пакетик есть. Ой, даже два. Это дедушке надо. Вот это вот кормилица. Сразу коробочка. Кельвин Кляйн. А внутри Бибос рынка. Кабанна. Фэшнл. Представляете? Походу и Кельвин Кляйн покупали паленый. Раз тут такое. О, о, о. Коробка от аирподсов тяжелая. Ребята. А ну. Ой. Ой. Аирподсы. Ребят, оригинал. Точно. Ребят, по-любому АРИК. Блин, не работают. Кабеля нет. Не, это паль. По коробке сразу видно. О, одноразочка. Или подик. Это походу со сменными картриджами. А не. О, нифига там жижи в этой одноразке. Ребят, она полная. Заряженная одноразочка. Да, курица. Ребят, курица. А, нифига, аирподсы. Ну, паленые, блин. Обидно. Ну, какой-то люфт у них вот есть при открытии. Да, это подделка. Похоже очень на подделку. Хотя, может и оригинал, не знаю. Ну, вроде паль. По коробке я бы сказал, что это точно паль. По факту, вдруг туда кто-то оригинальные положил. Правильно? Ну, вот документы можно взять. Так, далее. Что у нас тут? О, шляпеточки выкинули. Шляпетки. Чехол на одиннадцатый. Как будто айфон, либо двенадцатый. Неважно. Так. Не, ну, ребят, неплохо вообще. Одноразочка заряженная. Аирподсы. Сразу в карман закидывают. Так я подумал, что это вообще подик поначалу. О, вынос хаты, ребят. Да, по-любому. Смотрите. Нифига сразу выпало. Посмотрите, с коробки выпало. Это ж антиквар. Советские раскладные ножи. Ребята офигенные. Посмотрите, этот с ложкой. С открывашкой. Здесь нож. Нифига себе. Блин, ну, чаще на эту помойку заезжать. Разобранный чайник. С него отсечет медный кабель. О, нифига. Найки. С носками прям. Паленые. Ну, целые вроде как. А, не. Тяги. Да в каждом пакете какой-то вынос. Паленые. Тоже с носками, смотрите. Убитые. О, алюминиевая кастрюлька. Блок питания. Там, походу, что-то какая-то техника есть. О, не, 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 не. С тараканами вынос, ребят. Смотрите. От них шкарлупки от тараканов. Ой, 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 ой. Ой, 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 ой. Тетяк, тетяк. Кормилица. О, шматковидная. Гордины какие-то. Штора. О, так это покупаю шторы. Это я беру. Тут, походу, две шторы. Прям так беру. Чего их там осматривать? Уже пусть на рынке осматривают, кто будет их покупать. О, джинсики. Такие для кормилицы. Самая то, с протертой мотнёй. О, коробка от Samsung Galaxy S22+. Мгм, пустая. Эх. О, скрепочка. О, ой. Ребятки. Смотрите. Чехол от очков, Шейн. Обалдеть. Так это дорогой чехол. Офигеть. Так, а что у нас тут в пакете? О, аэрподсы. Ой-ой-ой. Не одна пара. Две пары аэрподсов, ребят. Оригинальных. По-любому рабочие. По 800 рублей за одну пару этих наушников можно продать. Обалдеть, ребят. Почти полная бутылка с жижей для вейпа. Ещё провод под айфон. Я проводки вот так все беру. А есть тут подики, одноразки. Очень похоже на то, что они тут должны быть. О, я ж сказал, что-то такое тут будет курительное. Глошечка, ребят. Чёрная, вообще как новая. Глошка. Это 18+, ребят. О, там немножко жижи есть. На донышке берём. Цепочки. Вау, какой-то переходник. Для наушников и зарядки на айфон. Обалденный. В подарок любимой. О, книжечка такая. Скатерть такая неплохая вообще. Это такую купят, ребят. О, нифига тут алкаши. Вот это точно заберут, ребят. Посмотрите. Нифига себе. Пиво сколько. И оно ещё такое взрывоопасное. Под таким огромным давлением. Вот это вишнёвое, походу, пиво. А это всякое вот похоже на мочу пиво. Но это всё заберут. Да, бомжи будут кайфовать, когда найдут. Вот ещё пустая, правда. О, а это что? Нифига себе, какие обои шикарные, ребят. Вот эти красные, посмотрите. Вау. Может обклеить столы ими. Блин, красиво же получится. Очень прям красиво. Блин, может реально забрать. Именно вот эти вот. Вот этими можно было бы обклеить вот эту вот деревянную часть, которая на стене. Ну да. Это обои? Да, такие красивые. Заберу. В гараже поклею, ребят. Так, а тут листва всякое, да. О, что-то тяжёленькое вот здесь. Еда. Пирог. О, нифига себе. Это ж эти, блин. Как это называется? Забыл. Спички. О, нифига. Тут ещё спички водонепроницаемые должны. Вот они. Какие-то спички, наверное, или что это? Дезинфицирующее средство. Аквабриз 2. И это тарталетки, или как они? Печенье-то как называется? А, галеты, во, армейские. Нифига себе их тут, целая коробка. Тут ещё спички должны быть, по идее. Нифига. О, ТК-1. Прикольно. Ребята, ещё там же, где я нашёл вот эти обои, вот здесь увидел рулон. А это золотая плёнка, представляете? Ей тоже можно стол обклеить, чтобы шикарно всё у меня выглядело в гараже. И тут рулон такой, ну, не маленький. Прикольно. Можно обклеить ими тоже стол золотой плёнкой. Мухи ещё летают, капец. А в Питере сейчас снег выпал. А тут куча мух летает. И в футболке я вчера тусил, представляете? Какой климат шикарный. О, это что-то стильное. Две пары штанов с какими-то вот такими завязками. Какие-то странные штаны на самом деле. Но они как будто новые. О, чехлы для одежды. Два. Это журналы. О, вынос хаты. Клей. Даже не засохший. А это что? А, морской бой, блин, взял рассыпом. О, что это там такое? Такой чехол прикольный. Сумочка пустая. Какие-то таблетки. О, наушнички. Вот это возьму. О. Очки какие-то. О, шампуньки. С отеля. И сумка неплохая. Прям сюда закину все. Забираю вот эту мелочевочку. О, нифига новая. Ребят, новая картина по номерам. Рисование по номерам. С надписью Marvel. Прикинь? Картина новая по номерам. И Marvel такая надпись получится. Красивая получится. Хоть что-то, блин, сегодня нашел. Что-то вообще галяк капитальный. Дворники прям очень хорошо сейчас работают. Найк один. Оригинал? Блин, как будто. 38 размер. Посмотрите. Вот, а тут вынос хаты вообще божественный. Прям фила вот такой кроссовок один. А где еще? Где остальные кроссовки? О, вот второй Найк. Оригинальные. Вообще топовые, ребят. Посмотрите. Вообще красота. С воздухом. Подушки даже не вздутые целые. Так, второй фил она найти. Вот он второй. Тоже целый, хороший. Но это паль вроде бы. О, вынос кухни. Тут такая крышечка. О, печенье, подушечки. Нифига себе, с шоколадом. До 23 года просрочено. Очень сочная кормилица. Так это ж мои тяги. Да. А как они тут оказались? Я их выкидывал, но не здесь вроде бы. Ребят, мои тяги, которые я таскал. Как они вот здесь оказались? Еще и возле бака. Я их вроде в другом месте вообще выкидывал. Очень интересно. Нифига себе. Это ж трубы резать. Ножницы обалденные. Обалденные. Какие-то дорогие ножницы для труб. Так тут, походу, вынос хаты у нас. А это для машины. Смотри. Для машины. Под крыло. Опа. Опа. Ой. Что это? Элитная такая коробочка. Вау. Нифига там мешочек. Это коньяк был в таком мешке красивом. Охренеть. Вот это кто-то шикует, ребят. В таких коробках элитные алкашки продаются. А, это автомобильные чехлы. Нифига себе. Так они еще такие более-менее. Я их все заберу, ребят. Смотрите, сколько здесь автомобильных чехлов. Стрикой мешок в бок засунуть. Какую-то технику положить. Он новый в коробке был. О, кроссовки, ребят. Нифига себе, Найки. Форс 1. А зачем тут квадрат вырезали? Это оригинальные форсы? Очень сомневаюсь. Но можно забрать. Вид у них неплохой такой. О, средство для уборки дома универсальное. Кто-то дома делал уборку. Средство вот такое вытянули. Тут где-то полбутылки. Ох, ребятки, боняне. Ой-ой-ой-ой-ой, какой шикарный. А ну. Ой-ой-ой-ой, бонянчик какой. Какой он суканый. Так вы посмотрите, тут еще 4 бонянчика мне. О, женские трусики, стрингеры. Ну, еще одна пара. Нормально, сейчас заберу. Бонянчики. Какие они обалденные. Самое главное, ребятки, то, что бесплатно. А вот эти оставлю на потом. Зачем сразу все съедать? А, буря, буря, о, нифига, коробка от PlayStation. Коробочка от PlayStation, ребят. Охренеть. Опа, там бокальчики какие-то. Так, а что у нас в коробке? Может, хотя бы что-то, хоть там какие-то провода остались? Нет, вообще голяк. Это пятая PlayStation в ней была. За стопочки, нифига. Бокальчики вот такие, смотрите. Блин, может, даже хрустальные. Красивые, надо все повыбирать. Опа. Охренеть. Кто-то курить бросил, выкинул все, походу, свои одноразки. Так тут поды. Нифига, тут жижи. Ребят, охренеть. Две бутылки жижи. Чарон бейби. Ребят, чарончик. Посито. Вот такой вот. Еще вот такой вот вейп. А, это одноразка. Чарон, еще один. Нифига себе, вот это дорогой бейби. Это дорогой бейби. Это вейп дорогой. Офигеть. Смотрите, сколько вейпов. Вот еще вапоресса. Нифига. Еще вот бруска. Охренеть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть вейпов. Их можно каждый продать по тысяче рублей. Шесть тысяч рублей примерно нашел. Охренеть. Главное, чтобы они все были рабочие. А ну, попробую парочку. Работают, нет? Итак, ребят, думаю, стоит попробовать. В первую очередь, самый дорогой вейп из вот этих всех. Это, наверное, вот этот Васито. В нем даже жижа есть. Загорается. Охренеть. Рабочие по сито. Так, а вот этот... Блин, тоже работает. Нифига. Так в нем жижи нет. Ребят, вы вообще вот это не курите, эти подники. Так, эти два рабочие. Чарон Бэби. Не работает, надо зарядить, походу. Так, еще вот такой Чарон Бэби. Тоже зарядить надо. А вот этот в опересе. О, рабочий. Ну, не тянется. Наверное, картриджного поменять. А миникан? Нифига. Так там шиши, полный бак. А ну. Остановись. Товарищи, их все на... Фу, блядь, почисти. Ой. Вейпинг. Вейпинг, ребят. Вейпинг бесплатный. Ммм. Мини-канчик вообще нормальный. Ммм. И жижа здравая. Обалдеть. Столько вейпов найти. Это просто кайф. Ой, крокодил приехал. Охренеть. Смотрите, как я вовремя залутал кормилицу. Так, надо вот эти бокальчики убрать. Куда-то упаковать, чтобы они не разбились. Вот в эту коробочку упакую их сейчас. Обложу бумагой. Так, залутаем все остальное. Пока крокодил сюда не подъехал. У меня мало времени. Блин, этот крокодил мне на пятки наступает прям. По пятам моим, короче. Следит за мной. Ого, сколько палочек для суши. О, тяговидные. Ох, 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 ох. Ох, они балансы. Ребят, мечтал о таких. Блин, интересно. Орик нет, скорее всего, пальц. 43 размер. Блин, на меня не подойдут они. Возможно, Орик, ребят. Качество достойное. Может быть, даже оригинальные. Охренеть. А вот это что такое? Кеды такие. Уж шлепанные шлепы. Это шлепы, ребят. Те кеды эти я не буду брать. Мне такое не нравится. Да их и не купят. Они были белые когда-то, но стали грязные. Но вот эти нью-бэлансы 530-е. Просто подарок. Сука, одни ошметки ебучие, блядь. О, что это? Блин, подумал, ноутбук. Это детский ноутбук, всезнайка. Он, походу, не работает. Да. Да ему плохо. Помянем. Ребят, сейчас хочу заехать к Диме-бомжу, узнать, как у него дела. Он и тут живет, в гараже. Как раз мимо проезжаю. Потому что после того, как я ролик снял, уже прошло недели три или даже месяц. У него, может, много чего поменялось. Ди фига у него прям на улице склад бутылок. Посмотрите на поддоне. Бутылки сложены у Димы. А он на месте? Капец. Все завалено. Дима! 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 Походу, его нет, ребят. Но захламил он гараж, конечно, капитально. Ну, заеду в следующий раз тогда к нему. Охренеть. Зачем он эти банки тащит? Кому они нужны? Кому вот это надо? Кто вот это вот купит? Да никто. Я его вообще не понимаю. Зачем он это все тащит? Жесть. Просто жесть. Захламил нафиг гараж в тотал. Вот мусорный бак я бы у него купил бы. Такой мне надо под гараж свой мусор складывать. Поедут, а по помойкам дальше, раз Димы нет. Как вы думаете, на сколько денег здесь бутылок? Допишите в комментариях. Тут очень их дофига, как будто. Опа! Ой, какая сытная сучка! А ну сюда иди. А ну быстро к папочке, сучка. А ну порадуй меня. Быстро я кому сказал? О, сразу вынос хаты небольшой. Так. Так, 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 ребят. Чехольчики для телефона. Чуть-чуть косметики. О, какая-то в коробочках. О, с блокнотом исписанным. Косметика Эйвон. Убитая. В зеркальце побитое. Не, ну это вот какой-то рэп получился сейчас. Диски охренеть. Да кому они сейчас нужны, эти диски? Никто их даром не берет. Диски уже все. Покинули этот мир. Но все-таки есть любители, ребят. Реально до сих пор дисками пользуются. И фильмы на дисках смотрят. И музыку там слушают. Это на барахолочке такие люди встречаются. Но я вот лично в шоке. С такого. О, печенье, печенье, печенье. Ой. Страшная какая. Боюсь эти куклы. Вообще жесть. Какая крутая здесь тумба для телевизора. Я кстати такие уже находил. Она металлическая. У меня в гараже сейчас точно такая же стоит. Наверное заберу и эту. Будет у меня две. Она из металла. Вот эта часть. А вверх деревянный. Такая может и денег стоит нормальных. Тумбу заберу. Тумба-юмба. Это для старых пузатых телеков. Поняли тумба. Так. Хм. Похоже на вынос хаты. Вот в этих коробках. Смотрите. Хрупкая. Осторожно. Хм. А тут реально было что-то хрупкое. Такими зефирками. Видите? О. Самокат хлопья. Блин. Ну ничего ценного. Я думал будет вынос хаты. Хм. Вон вынос хаты по-любому. Вон от какого-то пауэрбанка. Тут как будто вынос хаты есть. Вот в той коробке. Блин. Как ее достать? Вон она. Мне никак не дотянуться. Блин. А сейчас палку какую-то буду искать. Сейчас может палку найду и палкой поддену. Нету. О. Есть. Есть палочка. Ковырялочка. Ребятки. А ну. Во-во-во-во-во. О. Вынос хаты. Я ж сказал. Блин. Причем нехилый. Нифига. Там какая-то штука. Ребят. Какой-то массажер. Ебать. Ебать. Звезда какая-то. Как его достать? Сука. Вот эта рыбалка. Не то, что у вас там, мужики. Вот она. Вот она. Настоящая рыбалочка. Блядь. Я ж почти достал его, сука. Так. Сука палка длинная. Слишком упирается. Опа. 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 Ес. Ес. О. 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 Сюда. Ребят. Осматриваем. Ой. Заветный вынос хаты. Ммм. Ммм. Так. Вот это что? Смотрите. Охренеть. В коробке прям. VR-бокс. VR-очки как новые. Ммм. Да даже знаю, что в них буду смотреть. А как вы думаете, что я буду смотреть? Пишите в комментариях. Хе-хе. Забираю. Охренеть. Это я в сюрприз-бокс положу. А это что? Нифига себе. Я думал это какой-то массажер. Это лампа для маникюра. Ну, чтобы ногти сушить. Так. А вот это что такое? Интересное. Что это? А, это набор для маникюра. Видите? Вот эта вот штука. Чтоб ногти пилить. Оно работает. Тут комплект всяких насадок. Щеточек для ногтей. Блин, прикольная вещь вообще. Да, она рабочая. Нифига. Так это профессиональная штука. Потому что в ней встроенный аккумулятор. Имеется вот такая док-станция. Там вентилятор, чтоб ногти сушить. Прикольненько. И вот блок питания к этой штуке. Офигенно. Смотрите, цепь. Блин, похоже на серебро, кстати. Не, бижутерия. Ну, неплохая цепочка. Тоже заберу. Селфи-палка. Ну, это такое. Фигня устаревшая. Тут два кошелька женских. В хорошем, кстати, состоянии. Как новые. Так. В карманах денег я не наблюдаю. Блин. К сожалению. Вот этот подубитый кошелек. Ну, а здесь все карманы проверить. На наличие кэшбэка. Нету. Нету ничего. Кэшбэка нет. Да и здесь все. Больше ничего нет. Ну, слушайте. Неплохо. Неплохо. Столько техники. И с одного пакета. Прям шикардос. Там, кстати, еще один пакет есть. И, возможно, там тоже вынос хаты. Вот этот. Вот этот. Вон, вон, вон. Смотрите, еще один. Еще вынос хаты. Сто процентов. Вот в том дальнем пакете. Ебать. Опять рыбалочка, ребят. Опа. Поддеваем. И смотрим. Ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Ой-ой-ой. Так, что это такое? Листики, смотрите, какие-то. Так, всякие листики, книжки. Так. Блокнот почти неисписанный. Коробка от роутера пустая. Что все пустое-то? Книжка, биология для поступающих в вузы. И все. Вон еще пакет с выносом. Блядь, да что ж это такое? Вон. Ебать. Там коробки от телефонов. Ой, там точно. Там роутер, я вижу. Ебать, ребят. Ребята, там вообще капец. Надо залазить. Надеюсь, я с него, по-моему, вылезу. Буду залазить. Там просто огромный вынос. И это того стоит. Главное потом. Блядь. Сюда. Вылезти. Ой. 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 Так, что у нас тут? Когда это не утонул. Там пакет что-то повысыпалось. Я помню. Ребята, охренеть. Охренеть. Всякие краски. Смотрите. Аптечка. Полная аптечка автомобильная. Смотрите. Бар китчен. Что это такое? Коробочка. Как ее открыть? Вот. Открыл. Что-то тут было когда-то. Но меня интересует вот этот пакет. Нифига. Тут чехлы. Смотрите, какие для телефона прикольные. Их тоже можно забрать. Так. Коробка от телефона. Honor. Вот такой Wi-Fi роутер. Обалдеть. С блоком питания. Получается, да? Они. Это какие-то кулера. Кастомные кто-то делал. Для чего-то какие-то кулера. Сейчас, если кто-то придет мусор выкидывать, испугается. Ну, а что поделаешь, блин? Когда тут такой вынос. Вот. Присоска для телефона поломанная. Так. Чехол. А, мешочек для наушников. Наушнички всякие. USB-шечки. Все эти кабеля я забираю прям так. Я потом их буду проверять. Нифига себе, коробка от GoPro 7. Вот это ништяк. Это я беру. USB-ауди. Что это? Флешка? Лок. Смотрите, сигнализация какая-то. Так, мышка старая. Еще коробка от часов. Так, всякие какие-то болтички. Брелочек какой-то. О, блок питания от роутера того. Еще мешочек. Короче, так по мелочи набрал всякого. Я вообще рассчитывал на большее, ребят. Думал, там будет прям техники волн. Так, а теперь мне надо как-то вылезти. И чтоб не напугать людей. Даже не знаю. Да, ребят. В эти баки залазить очень тяжело. Неудобно. Но я уже приноровился. Зато я вылез с находочками. Ништяк. Не зря лазил. О, вынос хаты, ребят. Штанишки мужские хорошие. Еще свиторог. Видимо, две пары джинсов. Это сюда. Это сюда. О, нифига себе. Ребят, что я нашел? Печенье обалденное, богатырское. Капец. Оно так пахнет сквозь пакет. Приду в гараж, буду кушать с кофейком. Обалденно, помоечка. Подкармливает меня, ребятки. Кармливает. Латуньевый краник. Вот это мне надо. Ой, чистокровная латунь. Прям ништяк. На воду спустить с краника. А то мне там все шмотки намокнут у меня в коробке. Че? О, прокатный самокат выкинули на помойку. Пожалуйста, не толкайтесь. Пожалуйста, не толкайтесь. Да не толкай. Я тебя просто на помойку выкинули. Можно заберу тебя? Пожалуйста, не толкайтесь. Все, забираю. Если, блин, самокат... Пожалуйста, не толкайтесь. да не буду я толкаться я тебя просто с собой заберу пожалуйста а как мне его загрузить он слишком огромный мне его не загрузить даже они будут толкаться все отстань не буду тебя забирать ты мне в мопед не поместишься ты походу по ходу его никто не выкинул его просто тут так бросили жесть. Капец. Вот люди, да? Зачем они так делают? Так. Похоже на вынос хата. Зонтик. Зонтик. И все. Больше ничего нет. Капец. Ну, зонтик, походу, целый. Хороший. Забираю зонтик. Ня-ня-ня-ня-ня. Я, горя, ня-ня-ня. Кормилица. Ого, ребят, что это? Какие-то ядерные коллекторы, баллоны. Природный газ. Ребят, газовые баллоны. Так это взрывоопасно. Не использовать после 27-го года. Они даже не просрочены. Они закручены. Ребят, страшно. Они закручены. Капец, они тяжелые, ребят. Эти баллоны. Они из металла тяжеленные. Так их продать можно либо сдать на металл. Но я их не буду забирать. Они очень тяжелые. Мне вообще не поднять его. Они, может, полные с газом. Это опасно. Мне даже страшно рядом с ними стоять. Вдруг они взорвутся. Что у нас по находкам, ребятки? А баки-то пустые. Их нафиг этот падла, крокодил.